Привет! С вами Б16 и это очередное видео о багах в расти. Сегодня в выпуске. Строим ловушку с водосборником, смотрим через шар, проходим через стены и залазим в окна. Спасибо подписчикам за информацию о багах. Ну что же, поехали! Далее. Первым багом в нашей сегодняшней рубрике будет баг, связанный с капканами и водосборником. Водосборник позволяет ставить на себя капканы, тем самым можем это использовать для того, чтобы сделать очередную хорошую ловушку. Как же это работает? Мы сначала ставим водосборник, потом ставим фундаменты, строим наш домик и ставим капканы. Но давайте обо всем по порядку. Возьмем наш водосборник. Итак, вот он маленький. Маленький проще найти, большой слишком здоровый. Мы будем использовать именно маленький. Ставим его так, чтобы он ровненько стоял, ребята. Это важно. Ну вот, ровно, да? Берем фундамент и ставим его как можно ниже. То есть вот так, да? То есть он по центрику получается, вроде так аккуратно, лаконично. Строим, собственно, вокруг наш домик. Именно в такой последовательности. То есть домик вы сами решите, какой будет у вас. То есть стройте, как вам удобно. Я лишь показываю просто пример. Фантазия, это уже ваше дело. Главное, самое важное в этой ловушке, все построить изначально, а уже потом ставить капканы. Потому что данный баг работает очень интересно. Если вы поставите капканы и поставите рядом любой строительный объект в определенном радиусе, капканы сломаются. Они просто исчезнут. Поэтому сначала мы строим домик, а уже потом ставим капканы. Так вот. Я взял за основу самый простой пример. Это вообще самое, что может быть простое. Все равно это будет работать по-любому. Это схавают и на это кто-нибудь попадется. Как вы будете заманивать, это уже ваше дело. Фантазия у всех разная, приемы у всех тоже разные. Итак, вот наш как бы импровизированный домик для ловушки. Берем наши капканы. Там у нас призрак. Призрак вот как. С капканами тоже есть один небольшой нюанс. Просто так поставить, подойти в упор не получится. Надо отходить на расстояние. Приподнимать до такого уровня, чтобы они стали сильненькими. То есть смотрите. Опа, я поймал момент, да? Чуть ближе уже не работает. Чуть дальше тоже не работает. Я поймал момент и пытаюсь найти максимум, куда это возможно поставить. Так, я не нахожу его. Дальше отойду. Так. Нет. Давайте еще разок. Опа. Так, давайте еще разочек. И вот сюда. Ну допустим, вот у нас два капкана. Давайте пробежимся по верху и прощупаем, как они работают. Щелкнул. Щелкнул. Два капкана сработали. Далее спускаемся вниз. Раз. Раз. Нет. Не водосборник открываем, а перезаряжаем капкан. Как это место можно спрятать? Если вы еще не поняли, то делается это примерно вот так. То есть это у нас будет наружная часть, а это у нас будет внутренняя комнатушка. Допустим, с ящиками. То есть банально вот так прячем. То есть это проще простого. Например, вот так. Это самый простейший пример, ребята. Спрятали, да? Теперь берем капканчики и ставим их обратно. На расстоянии. Опа. То есть они аж прилипают к этому потолку. Так. У меня опять... Оп. Получилось, да? Так. Дверной проем мешает немножко. Опа. Ну это, наверное, не сработает. Слишком близко. Да. Давайте еще попробуем. Я такой захожу, поднимаюсь. Ничего не ожидаю. И огребаюсь на капканах. И, судя по всему, активировались все. Да, ребята? Все три сработали. Тем временем вы перезаряжаете все это дело. И спокойно лутать товарища, который попался на вашу ловушку. Также не забывайте делать какие-нибудь интересные двери. То есть, чтобы вам было легко их закрыть. Даже если их будет двое, один упадет. Вы можете закрыть даже одного. А дальше уже разбирайтесь, как вам удобно. Переходим к следующему багу. Упс. Следующий баг позволяет просматривать через шар. Таким образом. Поднимаемся, как обычно, на шар. Подъем у нас, в принципе, один. Идем не сюда, а вот сюда. Поднимаемся, смотрим, как чуть выше. И мы видим все, что внутри. Вы подумаете, да вас тоже увидят. Давайте проверим. Вот как, давай, ты сюда, я с другой стороны. Начинай смотреть. Давай, 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 подходи. Точно, подошел. Ты упал, да, давай. Подымайся. Сейчас я посмотрю, чтобы люди видели. Да, вот ты подымаешься. И я тебя то вижу, то нет. То есть, ты меня сейчас хорошо видишь, да? Да, отлично. Вот. Он меня видит отчетливо, ребята. Но я его практически не вижу. Таким образом, вы можете кому-нибудь подкараулить, кто будет спускаться. Потому что мало кто спускается с шара, как я. Ну, я обычно просто прыгаю и погибаю. Это эпично. Обычно спускаются корректным способом. То есть, отсюда спускаются, спускаются. Вы такие поджидаете их. Они такие раз. И тут вот как шотганом. Шарах. Все, готов. Залутали и пошли. То есть, вы можете с чем угодно ловить, ребят, подкарауливать. Это удобно. И это работает. Смотрите, весь шар видно. Может быть, ваша команда зайдет в шар. Начнешь штурмовать. А вы будете их координировать. Просто смотреть и говорить, кто где находится. Это ведь реально удобно. Потому что у вас тут практически незаметно. Переходим к следующему багу. Следующий баг представляет из себя банальное продавливание дверью через стену. Вы скажете, это очень банально. Это очень старое. Это было. Где-то вы это видели. Но нет, ребята, я не об этом. Это просто еще актуально. То есть, смотрите, как это все делается. Вот наш дом. Ну, не мой дом. Это чей-то дом. Там не шкаф, потому что автор всего строения. Он забыл поставить шкаф. Что мы делаем? Мы ставим треугольничек. Потому что так все проще всего. Подходим спиной к стене. Открываем дверь. Опачки. И мы продавливаемся сюда. Это работает и с каменными стенами, и с деревянными. Я специально зашел на другой сервер, на котором я пытаюсь выпросить еще одну вещь для того, чтобы продемонстрировать другой баг. Так вот, здесь все это работает. У меня на сервере данный баг не работает. Поэтому, если у вас где-то не заработает, пробуйте другой сервер. Потому что прорабатывает какая-то система защиты. Я до сих пор не могу понять, что это точно. Я пытался разобраться. Но пока это успехов не дало. Этот баг также работает с каменными стенами. Ставим все точно так же. Открываем дверку и продавливаемся. Вы можете задать вопрос. А зачем это? Ведь везде стоят шкафы. Да, везде. Почти везде стоят шкафы. Кроме маленьких будочек, в которых что-нибудь может быть и которым вы очень просто подстроитесь и очень просто туда залезете. Потому что в маленьких будочках зачастую что стоит? Спальник, ящик с лутом и плавилочка, например. Шкафы там стоят редко. Как вылезти обратно? Очень просто. Ставите рядышком спальник, а внутри ставите сундук, который слегка упирает из стены. Закидываете вес в лут, прописываете килл, резаетесь на спальнике и забираете лут. Все очень просто. Последний баг связан с оконными решетками. Многие скажут, да я где-то это уже видел, да такое было. В принципе, я этот баг знаю очень давно, но честно, я не помню, чтобы я снимал по нему видео. И самое главное, он до сих пор работает. Я думал, мы пофиксили, но он работает. Но работает не на всех серверах. Где-то вас продавит, а где-то не продавит. С чем это связано, я до сих пор так и не понял. То есть я специально захожу на другой сервер, чтобы потестить, и оно работает, ребята, понимаете? То есть я специально не на своем сервере тестирую, а на других. На моем меня не продавливает. Как я не пытался. С админкой, без админки меня не продавливает. То есть не продавливает через стены, не продавливает через окна. Давайте попробуем. Тут все банально. Закрываете и прыгаете. Не успел, да? Давайте еще разок. Вот так вот. Понимаете? Это изи просто. Это, конечно, даже не смешно на самом деле, но оно работает. Собственно, оно работало еще тогда, когда добавили эти штуки. Вот сейчас не сработало, да? Давайте еще разочек. Опачки. И я внутри. Ребят, все очень просто. Я думаю, вы поняли суть этого бага. Давай нормально. Работает отлично. Поэтому пользуйтесь, ребята. С вами был Б-16. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И приходите на мои стримы. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok